Здравствуйте, друзья! Меня зовут Яна Тимощук. Я ведический астролог, психолог, преподаватель. Сегодня мы разберем с вами две натальные карты. Карту Украины и ее президента Владимира Зеленского. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что наша с вами судьба зависит не только от нашего индивидуального гороскопа натальной карты, но и от натальной карты страны, в которой мы живем, а рождаемся мы в определенной стране не просто так, и, конечно же, от натальной карты президента. От того, как чувствует себя президент, от этого зависит и наша с вами жизнь. Поэтому сегодня я впервые на своем канале делаю подобного рода обзор. Итак, прогноз для Украины до 2025 года. И кармический президент Зеленский, почему он именно кармический, расскажу в данном видеоролике. Конечно же, если мы говорим с вами о натальной карте, это и есть карма. Я буду показывать вам натальную карту Украины. Выглядит она следующим образом. Строю я ее по таким данным, как День независимости, 24.08.1991 год, 17.59. Киев, Украина. Итак, мы имеем с вами асцендент в Стрельце. Стрелец это знак, который, конечно же, метит в цель. То есть он просто не может не дойти до цели. И без цели мы уже можем себя идентифицировать, да, немножко, как людей, которые живут в данной стране. И нам важна цель, нам важно, куда мы идем, конкретный план действий. Поэтому в натальной карте Украины очень четко во все периоды и подпериоды прослеживается вот эта вот смена власти, смена президентов. И это происходит не просто так, потому что в олицетворении вот этого асцендента и в расположении планет, которые есть также и в первом доме, это планета Раху. Кармический узел, лунный узел, кету находится в седьмом доме. То есть даже по данному расположению мы можем сказать, что вот этот вот демон Раху, он влияет на желания, на материальные желания, на то, что народ хочет жить в достатке, не только. Мы не будем с вами в этом видео разбирать натальную карту Украины полностью. В комментариях дайте знать, интересно ли вам это, сделать ли такой обзор. Не забывайте ставить также лайк этому видео, так я понимаю, что вам это интересно. Так, и, конечно же, главная планета, управитель, это Юпитер. Он находится в девятом доме здесь. Девятый дом у нас отвечает за связь с отцом, религиозностью, за границей. То есть это очень благоприятный дом. В целом Юпитер расположен в натальной карте не так уж и хорошо, потому что мы с вами видим, что в девятом доме рядом с Юпитером еще есть две планеты, это Венера и Меркурий. И Юпитер, он находится в сожжении, да, там еще солнышко у нас есть. То есть у нас целых там четыре планеты. Да, у нас целых четыре планеты. Это очень гремучая смесь. И здесь мы с вами видим сожженный Юпитер, который не реализует эти все качества полностью. К сожалению, вот эта образованность, закон, когда люди действительно этого будут придерживаться и так далее. Если ближе к именно прогнозу, да, но я бы хотела все-таки останавливаться на вот таких вот моментах, потому что они являются катализатором всех событий, которые с нами происходят. Личностью правит Юпитер, который находится между вот этими двумя планетами. И слабость Юпитера по Вимшотаредаше, если мы откроем с вами карту, мы увидим, что сейчас как раз идет период Юпитера у Украины. С ноября 2013 года до, в общем-то, июня 2027 года, когда Украине уже будет 35 лет. И, дорогие мои, сейчас, конкретно сегодня, да, 6 июня 2021 года, мы переживаем период Юпитер-Кету, под период Кету. Это как раз когда у нас взаимосвязы с партнерами, да. То есть, если мы говорим в натальной карте, седьмой дом отвечает за партнерство, за взаимоотношения, то здесь они могут, конечно же, страдать, потому что на нас могут не обращать внимания. Наши заграничные партнеры могут нам очень много обещать, но это не выполнять. Мы можем очень надеяться на этот дом взаимоотношений, но это именно тот демон, который будет мешать нам. А тем более еще и идет период садесати, астрологи, которые меня смотрят, они понимают, о чем я говорю. Он идет с 2017 года и закончится он ближе к 2025 году. Поэтому это дает внутренние изменения страны. Сейчас это серединный этап. То есть, прямо сейчас я даю свой прогноз, что Украина в ближайшую каденцию именно президента Зеленского, она потеряет определенные части свои. Потому что это и есть слабость Юпитера. Так как он находится в сожжении, мы будем терять территориальную целостность нашей страны. Садесати — это определенное развитие, угасание. Развитие, угасание. То есть, оно постоянно будет вот так вот метаться. Конечно же, если мы откроем натальную карту Владимира Зеленского, 25 января 1978 год, 14.00, Триворог, Днепропетровская область, мы увидим следующее. Почему данный президент есть кармическим? Потому что у него действительно, ад Макарака, вот эта планета души, Луна. Луна олицетворяет семейного человека, эмоционального, чувствительного. И если мы откроем еще раз натальную карту Украины, то мы увидим по расположению Луны, по ад Макараке, Луна опять-таки. То есть, здесь есть соприкасание. Почему еще я считаю Владимира Зеленского кармическим президентом? Потому что именно он пришел под период Юпитер. В своей натальной карте мы открываем Вимшотари Даша. Понимаем, что у него была инаугурация 20 мая 2019 года. И сейчас мы с вами говорим о мунданной астрологии. Мы смотрим, что он пришел действительно на стыке как раз именно вот этого под периода Юпитера, начиная от Раху. А Раху это в первом доме, если вы помните, я говорила. Здесь, конечно же, это будет действительно кармический президент, который пришел в данный под период кармического узла. И еще раз подтверждаю тем, что это ад Макарака, Луна и там, и там. Он является катализатором изменений. И в его натальной карте в ближайшие 4 года ему придется очень нелегко. То есть, у него до 24 года срок президентства. У него идет период Луны. Это очень сложный для него период. И если вы спросите меня, пойдет ли Владимир Зеленский на следующий срок, это очень популярный вопрос. Да, он будет идти. Ему будет очень сложно. Он будет справляться с элитами, потому что у него идет под период Юпитер. А в карте страны нашей сейчас тоже период Юпитера. Поэтому ему придется с верхушками власти бороться. Он будет менять полностью правительство. Он будет идти туда, куда не шли другие у власти. Он действительно будет стараться поменять всю эту систему, и если у него это получится, он уже видит себя на втором сроке. Это действительно очень важно, потому что он очень многое хочет сделать именно за вот эти 4 года, которые у него будут. Так, и под период Юпитер-Меркурий, если мы говорим о ближайшем, до октября 2020 года, дает негативные изменения в стране. То есть сожжение. Опять-таки, так как Меркурий у нас отвечает за коммуникации, за СМИ, за власть, то, соответственно, мы понимаем, что эти сферы, они находятся под прицелом. И, скорее всего, опять будут какие-то перестановки у власти, увольнения и так далее. Кто больше интересуется политикой, они смогут это трактовать под данную сферу. Что касаемо коммуникации, это может быть телевидение, это могут быть какие-то опять напряженные ситуации, связанные с средствами массовой информации. До 2025 года. Мой прогноз это негативные изменения в карме Украины под влиянием власти, которая находится сейчас. Я говорю именно о старой власти. То есть она не отступает. И тем более, что мы находимся еще и под влиянием неподвижных звезд. Например, сейчас, в июле месяце, эти звезды дают сильное влияние в целом на все страны постсоветского пространства. В этот период были аварии на ЧАЭС. В этот период начиналась Вторая мировая война. Это я вам ближе к истории рассказываю. Поэтому очень шаткое положение в плане именно людей, нахождение здесь эмоциональности, волевых каких-то определенных решений. То, что не будет давать выхода именно к хорошей экономике, к развитию и так далее. То есть для того, чтобы заменить уход, сделать вот такой закат этой всей власти, этих всех людей старого порядка, нам придется немножечко с вами еще потерпеть. Я надеюсь, что данный прогноз был для вас полезен. Вы нашли для себя определенные инсайты. Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Я буду рада вашим подпискам, лайкам, вашей активности. Подписывайтесь на меня также и в инстаграм. Там я веду активную свою деятельность в этой социальной сети. Я буду рада вас видеть. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok